Учителя собираются в конце лета вместе. Обычно этой площадкой бывает зимний театр, чтобы определиться, в каком направлении работать дальше. Педагогический фестиваль – это старт в новый учебный год. По новым федеральным государственным стандартам вводятся обязательные новые нормативы, и мы сегодня о них будем говорить. Теперь каждый сотрудник образования. У нас будет не просто сотрудник и не просто на трудовом договоре, а заключение с каждым сотрудником и руководителем образовательного учреждения эффективного контракта, что само по себе подразумевает принципиально новые требования к участникам образовательного процесса. Перед образованием стоят новые задачи. Это направление IT-технологий, развитие робототехники и, естественно, научные направления. От игры к учебе, от учебы к производству. Мы все познаем через игру, начиная с детства. И уже в детстве мы начинаем приучать к конструированию, вырабатываем обзорное, объектное мышление, постепенно переходя к логике на простейшем уровне программирования. В дальнейшем конструкторы уже меняются, становятся более сложными интегрированными системами, более сложными задачами. И постепенно переходя уже на производственные модели, то есть уже как бы подготавливаем как инженерных кадров. Времена повального обучения на экономистов и юристов закончились. Нужно учить тем специальностям, которые востребованы в стране, отметили на форуме. И школа здесь как главный ориентир. Кроме успешной подготовки к ЕГЭ, важно, отмечают участники педагогического фестиваля, организовывать досуг детей. Десятки педагогов получили сегодня благодарственные письма главы города именно за организацию летнего отдыха. В целом же за последние годы отрасль пережила масштабную модернизацию. Капитально отремонтировано 36 школ. Построены с нуля 4 общеобразовательные школы и одна спортивная. Возведены 3 новых детских сада и 9 пристроек. На выставке, которая сегодня открылась в фойе Зимнего театра, были представлены не только достижения в области сочинского образования, но и стенды тех предприятий, которые напрямую работают с управлением. Это швейные фирмы, представившие образцы школьной формы и канцелярские магазины, которые подготовили для школьников карты скидок и не забыли о благотворительности. Мы знаем, что ряды сочинских школьников пополнятся где-то 400 детей из соседнего государства. Мы обязательно примем участие в подготовке к школьному учебу. От этого поддельное спасибо. Очень чувствительная категория людей, которым нужна такая помощь. Спасибо большое. На профессиональной площадке педагоги подвели итоги прошлого года. Проанализировали новые направления работы. Прежде всего, это участие в олимпийском проекте. Ведь для сочинских учителей и детей волонтерское движение было организовано впервые и вполне успешно. Более тысячи волонтеров-школьников и почти 9 сотен волонтеров-педагогов помогали в проведении зимних игр. Гелена Втецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.